Двое детей пострадали в результате ДТП в Магнитогорске. Школьников госпитализировали, а машинам теперь предстоит серьезный ремонт. Все подробности расскажем в сюжете. По предварительным данным, 30-летняя женщина на ладе Гранте не справилась с управлением, врезалась в столб, а после столкнулась с иномаркой. В отечественной легковушке находились дети 5 и 7 лет. Их госпитализировали. Пожарная машина и легковушка столкнулись на пересечении улиц Молодогвардейцев и Ворошилова. Судя по кадрам, автомобиль МЧС поворачивал направо, но в этот момент столкнулся с легковушкой. В результате удара автомобиль выехал на тротуар. После столкновения с грузовиком легковушку развернуло. ДТП произошло под мостами в Ленинский район. В ГИБДД сообщают, что Рено управлял 24-летний парень, а большегрузом 45-летний мужчина. Очевидцы говорят, что разбитые машины перегородили дорогу. Из-за этого образовалась огромная пробка. Пострадавших нет. После массового ДТП автомобиль разбросала по кюветам. Авария из Магнитогорска. По предварительным данным, дорогу не поделили две легковушки и грузовик. После удара машины врезались в кучи снега. Из водителей никто не пострадал. Водитель автобуса решил проскочить перекресток и не стал пропускать встречные машины. ДТП произошло на пересечении улиц Чечерина и братьев Кошириных. Судя по кадрам, водитель общественного транспорта поворачивал налево, но в этот момент в него врезалась встречная машина. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Это последствия аварии. Произошла она 10 февраля в Челябинске. Автоледи говорит, что южноуралец на белой легковушке ехал в левой полосе, а потом стал поворачивать направо. Затормозить перед иномаркой не удалось и произошло столкновение. Позже сам виновник стал уверять, что ехал перед серебристой машиной и якобы водитель не успел затормозить. Теперь женщина ищет свидетелей, чтобы доказать свою правоту. В центре города легковушка протаранила троллейбус. Водитель просто отвлекся и не успел затормозить. Перевозили пассажиров, но столкнулись. Это ДТП произошло на улице Курчатова. Очевидцы сообщают, что участниками стали водитель на пазике и шофер такси. На место выехали сотрудники ГИБДД. Два общественных транспорта не смогли разъехаться на узкой дороге в Золотоусте. Автолюбители говорят, что во всем виноваты неубранные кучи снега вдоль дороги. А эти автобусы столкнулись на улице Блюхера. Автолюбители сообщают, что из-за этого ДТП встало движение троллейбусов. Трамваи и фургон столкнулись в Челябинске. Авария произошла вблизи торгового центра. Очевидцы сообщают, что из-за столкновения движение вагонов на время встало. Из-за аварии в центре Челябинска образовались пробки в час пик. Два ДТП произошло на Свердловском проспекте около перекрестка Сони Кривой. Эта авария случилась вблизи пересечения улиц Братьев Кошириных и Косырева. Пострадали только автомобили. Авария на Меридиане. Предположительно, один из водителей не справился с управлением. Большой груз вспыхнул на стоянке около трассы М5. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось около Сима. Судя по кадрам, клубы черного дыма поднимаются вверх. Что же стало причиной возникновения пламени, неизвестно. Пострадавших нет. На трассе в Челябинской области у фуры сломался двигатель. Водителю помогли полицейские.